Всем привет! Ну что, сегодня поговорим об одном из инструментов вашего духовного роста, развития, исцеления. Это рейки. Часто у меня спрашивают по этому поводу, там, расскажи, Макс. Вот сегодня хочу вам рассказать. Рейки — это первая вещь, с которой я столкнулся, которая меня изменила, скажем так. И я впервые пережил что-то такое, что я не могу себе объяснить. Ну, то есть я какой-то достаточно материальный был вначале. Вот. И впервые, когда я столкнулся с каким-то запредельным опытом, который невозможно объяснить никак. Так, за рекламу я сейчас отправлю в бан. Вот этот опыт, он мне, конечно, начал сильно менять. Интересна вообще эта тема, да, рейки? Может, вы что-то слышали об этом? Может, кто-то уже занимается этим? Напишите. Вообще ничего не слышали. Кто-то слышал, кто-то не слышал. Мне что-то делали. Не слышал. Слышал, но не пробовал. Хорошо, окей, я понял. Значит, смотрите, что такое рейки? Рейки с японского, это вообще японская система самоисцеления и исцеления других людей. С японского это переводится как божественная энергия. То есть, ки или ци, вы, наверное, слышали, да, неоднократно, что это жизненная сила. А рей переводится как божественный, небесный. Рейки – это божественная энергия. Но вам важно понимать, что это не энергия, которая к вам поступает там откуда-то оттуда, да, есть какое-то там место, где-то там, и оно поступает оттуда. Нет. Это ваша энергия, это ваша энергия, только очень тонкие, глубокие аспекты. Ваша духовная энергия, энергия духовного существа, универсальная энергия. И у большинства людей, к сожалению, она спит. То есть, эта способность присутствует, но она заблокирована. Она заблокирована. У человека каналы перекрыты, он заблокирован, он спит, как бы находится в спящем состоянии. Что делает мастер рейки? Мастер рейки проводит определенную процедуру, дает мощный импульс. Мощный импульс этой энергии. То есть, он уже давно занимается рейки, он мастер рейки. Существует определенный ритуал, как происходит эта инициация, да. И в ходе этой инициации мастер дает вам очень мощный энергетический импульс. Этот импульс жизненной силы. Вы настолько наполняетесь, настолько вы зажигаетесь этим, что этот импульс пробуждает внутри вас эту способность. Эта способность проводить жизненную силу, вот эту универсальную, тонкую, божественную энергию, есть в каждом человеке. То есть, это есть в каждом. Просто у большинства людей это спит. Итак, когда вы получаете инициацию в рейке, настройку на рейке, после этого у вас открывается канал этот. И эта энергия может двигаться через руки, через глаза. Но в основном через руки ее используют. И посредством определенных, то есть вы, как обычно, вот рейки, сеанс рейки проходит, вы либо себе по позициям накладываете руки, либо накладываете руки на другого человека и начинает идти эта энергия. Эта энергия не требует никаких усилий. То есть, вам не надо ничего делать, не визуализировать, ничего не надо делать, чтобы она шла. Это естественное течение. Это естественное течение, которое происходит. И причем вы ничего не теряете, потому что это бесконечно. То есть, этот источник, он бесконечен. Более того, у меня огромный опыт в рейке. И я получил инициацию в первую ступень рейки, там по ступеням идет, аж в 98-м году. И впервые я с рейки столкнулся вообще в Беларуси. Я там отходил от своей, скажем так, предыдущей загульной жизни неправильной. И вот так случилось, что там была женщина рядом в поселении. И к ней очень много людей съезжалось там со всей округи получать эти сеансы рейки. Она исцеляла руками, иначе говоря. И тогда у меня были серьезные проблемы со здоровьем. И, конечно же, я искал все возможности, чтобы исцелиться. Тогда я уже, когда я был у бабушки в Беларуси, я занимался чистками тела. Я менял свое питание. То есть, я более такими физиологическими процессами занимался. Но когда прозвучала эта информация, это по знакомым просто случайно до меня дошло. Во мне проснулся все-таки какой-то интерес. Вот что-то во мне откликнулось, и внутри я почувствовал, надо ехать и пробовать. Вот я поехал, и когда я получил первый сеанс, это был какой-то магический, мистический опыт. То есть, я лежал на столе, когда пришла моя очередь. Она там прочитала какие-то молитвы. Потом начался процесс, и прям я начал чувствовать, как меня как сдутый шарик начинает наполнять энергией. У меня прям начинает из ее рук поступать ко мне энергия. Я начинаю подниматься по тону, естественно, наполняться, становиться более бодрым. И начинаю чувствовать, как во мне происходят какие-то процессы. В теле какие-то процессы пошли. И когда я впервые с этим столкнулся, вот представляете, опыта не было подобного никакого. Ни о каких энергиях я не знал. А тут хоп, и что-то как бы я прям чувствую, в меня входит, и некий процесс происходит. И когда я встал со стола уже, когда я встал, я себя почувствовал просто удивительно легко, как в детстве. Вот как у меня шторки какие-то снялись с глаз, что-то вот какая-то муть рассеялась, и возникло такое ясное восприятие, наполненность в отношении жизни. Я помню, я был в замечательном настроении, но у меня немножко был, конечно, разрыв шаблона. То есть я нечто испытал, и я помню, как я шел после этого сеанса и думал, блин, наверное, Бог есть. То есть я как, ну, знаете, как первый раз, когда сталкиваешься с каким-то таким опытом, да, с взаимодействием с тонким миром, с тонкими энергиями, и ты начинаешь задумываться, о, наверное, вот эти все вещи, которые я читал и слышал где-то, наверное, в этом что-то есть. И вот я месяц к ней ходил, я просто получал сеансы у неё. И за этот месяц, конечно, она мне сильно помогла. То есть я почувствовал, что дела мои пошли в гору, скажем так. Начался некий процесс изменения, трансформации и исцеления. Понимаете? И вот так я впервые, ну, до этого я читал книги Оша, правда, но только читал. То есть это была просто информация. Но здесь я впервые столкнулся с каким-то непонятным мистическим опытом. Я ещё тогда не знал, что это Рейки. И потом я уже, когда вернулся в Одессу, ты дослушай, твой ум пытается куда-то бежать вперёд. Не надо никуда бежать. Сейчас тебе всё расскажу. Когда я вернулся в Одессу, эта женщина, которая меня лечила, она говорит, ты не переживай, так как с тобой уже этот процесс произошёл, ну, как бы дальше оно всё уже пойдёт. Не переживай. То есть мы запустили некий процесс трансформации, он уже дальше пойдёт. И в Одессе уже через некоторое время я понял там по косвенным признакам, что она практиковала Рейки по тем мантрам, которые она говорила. Там есть символы и мантры, которые включают определённые аспекты этой энергии. И я понял, что это Рейки, начал читать про это и нашёл мастера Рейки. Нашёл мастера Рейки, нашёл клуб, Рейки-клуб в Одессе. И начал там, то есть пришёл сначала, пообщался, получил сеанс у него, понял, что это то же самое, абсолютно тот же самый опыт я пережил на столе. И начал копить деньги на первую ступень. Я тогда был очень бедный, у меня не было вообще ни шиша в кармане. Я начал копить на первую ступень. Не помню, то ли она 100 долларов, то ли 50 долларов была. Но тогда, в 98-м году, это для меня были сумасшедшие деньги. В общем, месяц я где-то их там копил, зарабатывал, потом через месяц я пришёл, получил первую ступень. И вы знаете, когда я первый раз получил, я не мог поверить. Я приходил, ложил на себя руки и смотрю, идёт, идёт эта энергия. Реально вот то же самое, что я получал на столе, когда мне кто-то давал. Оказывается, теперь во мне есть такая же способность. Я, конечно, в этой способности очень долго сомневался первое время. Никак не мог понять, поверить в то, что действительно это моё, это теперь моя способность, теперь я тоже обладаю такой способностью проводить эту универсальную жизненную энергию. Но чем больше я практиковал, тем больше я видел, что это просто работает, и всё. В системе рейки. Система рейки – это то, что было приведено в такую форму доктором Микао Усуи, это японец. И чтобы эта система осваивалась постепенно, чтобы она была легка в передаче, она была разделена на несколько ступеней. Обычно это три ступени. Там, знаете, есть разные ветки, рейки. В некоторых есть четыре ступени, в некоторых три. Так вот, сначала вам дают инициацию на первую ступень. Первая ступень – это ваш первый опыт. Вы получаете эту настройку. То есть у вас эта способность раскрывается с определённой силой. И затем всё, что требуется, это раз в день проводить себе сеансы. То есть вы ложитесь и там по позициям накладываете на себя руки и просто вознамереваетесь, чтобы эта энергия шла. То есть больше никаких усилий не нужно. Понимаете? И вот с этой точки зрения – это самая простая система для того, чтобы войти в свою духовную трансформацию. То есть это, можно сказать, огромная поддержка и огромная помощь для вас. С какой ещё точки зрения? Вот зачем вообще? Что делает рейки? Давайте поговорим о том, что делает эта энергия, что делает эта система исцеления. Мы уже многократно говорили, что большинство людей находится в очень плохом духовном и ментальном состоянии. То есть они пережили много травматичного психического опыта. У них возникло в их пространстве, в их тонких телах множество блокировок, множество так называемой, то, что называется карма, какие-то массы, умственные массы, фиксированные идеи. То есть человек сложился определённым образом. И, конечно же, когда он сложился, таким, каким он сложился, прошёл очень много травматичного опыта. Он в определённой степени находится в невежестве, в омрачении. То есть его душа находится в омрачении. Он как бы постепенно теряет связь со своим внутренним светом, со своей духовной природой, превращается в такого запрограммированного, социального, некоего такого человека, который живёт нормами, скрытыми стандартами какими-то, хочет быть такой, как кто-то, и он как бы оторван сам от себя. Так вот, рейки что делает? Рейки — это такой постепенный процесс тоже возвращения себе. К себе, понимаете? К себе подлинному. То есть вы начинаете практиковать, да, то есть вы начинаете, можно сказать, насыщать вот этой жизненной силой своё тело, свои тонкие тела, физическое тело, да, как бы. И начинаете вносить в эту материю, да, которая стала достаточно грубой, потому что, ну вот, знаете, дети, они очень подвижные, светлые такие, а по мере взросления идёт огрубление. То есть ум начинает огрубляться, он наполняется всякой хренью, да, всякими программами, всякими контурами, всякими привычками. То есть всё это начинает огрубляться и превращаться в некую механику. Так вот, рейки начинают разбирать это. То есть это идёт обратный процесс. И на первых этапах, когда человек достаточно сильно уже омрачён, низкотонен, бессознателен, находится в чём-то привычном, лишён какой-то поддержки других людей, как бы, да, более светлых существ, для него рейки – это, конечно, большой выход. До сих пор, если, например, я себя там плохо чувствую, что-то у меня физически как-то не так, я ложусь, и всё, час, там, минут сорок, я себе сделал сеанс, всё, я наполнен опять, понимаете? То есть это такая палочка-выручалочка на многие случаи жизни. Конечно же, тот, кто начинает практиковать рейки, он меньше болеет, он начинает как бы больше снабжать. Понимаете, здесь какой момент, что у многих людей энергетика поломана просто. То есть энергетические каналы забиты, часто много блокировок, всяких напряжений, вы можете это чувствовать как психосоматику какую-то, да? Таким образом, энергетически ваше тело, оно и какие-то места тела плохо снабжаются, то есть плохо омываются жизненной энергией. И получается, что делает рейки, она как бы течёт в обход этих каналов. То есть вы руки, когда накладываете на разные там части тела, вы снабжаете непосредственно эти части тела этой энергией. И эта энергия, она даёт именно такой аспект вот этим клеточкам, да, вот этим органам, в котором они нуждаются. Фактически даже не вы даёте, а сами эти клетки, сами вот эти части тела, они как бы натягивают из ваших рук тот аспект энергии, в котором они нуждаются. Поэтому рейки абсолютно безопасный метод, абсолютно нельзя им навредить, непосредственно самой энергии нельзя навредить. Там может быть другая проблема, что когда вы практикуете рейки, да, вы становитесь более наполнены, и если вы будете себя неэтично вести, то есть будете делать какие-то гадости, то фактически обладая более высоким уровнем энергетики, более высокой вибрацией, если вы будете делать какие-то гадости, то, конечно, эти гадости будут обладать большей силой и большей откатной силой. То есть если вы будете гадости делать кому-то, то за это вы будете получать намного сильнее, скажем так, по голове, чем раньше. Но этика, как отдельная дисциплина, её никто не отменял. И в той же самой системе рейки там есть определённые правила, пять основных правил, и тоже присутствует своя дисциплина, своя этика, что можно делать, что нельзя. Ну вот так вот. То есть рейки – это очень неплохой старт для вас. Практически в каждом городе, даже в небольшом городе, сегодня есть мастер рейки. Вот многие люди. То есть это очень большое движение, там сотни тысяч людей в этой системе. И, как и любая система, она неплоха для начала, и это хороший такой инструмент, как бы в самом начале. Ну, основное я рассказал. Возможно, у вас есть какие-то вопросы. Если какие-то вопросы есть, можете задавать их. И опять же, здесь важно брать и пробовать это всё. У меня уже в своё время там, конечно, была такая ситуация, что я хватался за всё. Когда ты уже сильно там себя подубил, да, то, конечно. Как на физическом уровне ощущается воздействие? Ну, вы можете по-разному чувствовать. Можете чувствовать, кто-то чувствует теплоту, сильную теплоту от рук. Потом растекание тепла в теле. Кто-то так чувствует, да? Кто-то чувствует, как движение, какое-то начинается движение внутри тела. Сеанс проходит вы... Если вы приходите кому-то получать, вы ложитесь на стол, и человек просто кладёт на вас руки и вот так вот, как бы, по разным позициям накладывает руки, и этот сеанс длится минут 40 где-то, час, обычно минут 40 часа. И всё. То есть никаких сложных трюков, ничего сложного. Более того, этот человек, который кладёт руки, он ничего сам не делает. То есть он всё, что делает, это он кладёт эти руки и вознамеревается, чтобы это текло через него. Всё. Он проводник рейки. Понимаете? То есть он проводник этой энергии, а вы просто берёте. Не то, что он вам даёт свою какую-то энергию, ни в коем случае. Вот знаете, многие экстрасенсы работают своей энергией. Это не очень хорошо. Потому что они, во-первых, теряют энергию свою, да, и им нужно восстанавливаться. А тут, когда рейки даётся, именно вот этот универсальный, тонкий аспект энергии, он сам получает, как бы, сеанс рейки, он сам наполняется этим. И плюс он ещё вас наполняет. То есть оба получают пользу. И так как он ничего не делает такого, то есть он там не вносит в это. То есть одна из аксиом рейки заключается в том, что тебе нужно быть нейтральным. Не нужно ничем управлять, ничего никуда не надо там направлять. Ты просто... Чем меньше тебя, чем меньше твоего эго, чем меньше твоего ума, тем лучше и происходит процесс передачи энергии и исцеления. Понимаете? Поэтому сеанс рейки, он, в принципе, очень простой. И мастерство того, кто даёт рейки, заключается в том, чтобы как можно меньше пытаться своим умом вмешиваться в это и что-то делать. Что-то там какие-то там пытаться. Здесь важна сенситивность. То есть рейки очень сильно развивает вашу чувствительность. Вы начинаете чувствовать энергию, вы начинаете чувствовать потоки энергии, вы начинаете чувствовать места других людей, где заблокировано, где более свободно. Если риск... Нет, нету никакого риска. Потому что, понимаете, как бы это не мастер, то есть это не конкретное тело что-то с вами делает. Это универсальный, божественный аспект. И это не он вам что-то даёт, это вы у него берёте. Потому что бывает такая ситуация, что когда вы ложитесь, например, и вы не хотите получить сеанс, ну, не готовы по каким-то причинам, тот, кто вам даёт, он может чувствовать, что что-то как-то не идёт. Вот сегодня что-то как-то не идёт, процесс что-то рейки не идёт. Это просто потому, что другой не хочет брать, не готов брать, или у него всё в достаточной степени неплохо. Понимаете? Поэтому одна из аксиом рейки важных тоже, что рейки не может навредить. То есть это абсолютно безопасный, безвредный метод. Я его практикую с 98-го года. Это сколько лет уже у нас прошло? 12 до... Так, сейчас до 10-го и плюс 6. 18 лет. Ну, я не обнаружил какие-то опасные аспекты. Наоборот, по мере того, как уже начинаешь продвигаться в своём духовном развитии, в медитации, в каких-то процессах, начинаешь лучше понимать, что такое рейки. Рейки — это энергия любви, энергия жизни в чистом виде. Просто есть исходная энергия, универсальная, и она уже потом начинает приобретать какие-то аспекты, попадая в тело. Вот это оно. Я могу лечить других, я этим не занимаюсь сейчас, но в целом, да, конечно, я мастер рейки, я обладаю такой способностью. В основном я просто применяю рейки для своего духовного роста. Но есть люди, которые активно практикуют это для других людей. Насколько я знаю, в США, например, даже рейки признаны, официально признаны как один из холистических методов исцеления. То есть он применяется даже в клиниках, массажисты многие себе получают настройки рейки, потому что массаж — это часто взаимодействие с другими телами, и чтобы на себя что-то не набрать, как раз, чтобы не шло какое-то вредное взаимодействие, получая рейки, вы как бы имеете возможность быть защищены, можно сказать, в какой-то степени защищены от каких-то негативных воздействий. Потому что даже если что-то на вас было оказано, вы где-то что-то на себя нацепили, как только вы проводите сеанс рейки, всё это слетает с вас. То есть вы как бы прочищаетесь. Иначе говоря, это такая прочистка наполнения, прочистка, прочистка ваших каналов. То же самое как бы и к телу вашему относится. Тело, получая больше энергии, начинает лучше работать. Лучше работает, органы лучше работают. Вот очень часто, я пять лет практиковал именно в клубе рейки. То есть я приходил, и мы друг другу давали. Ну, многие болезни можно излечить, но ты понимаешь, часто нужно понимать, осознавать, что является причиной заболевания. Вот, например, ты жрёшь мясо, ведёшь неправильный образ жизни, и при этом делаешь рейки себе. Рейки, конечно, тебе будет помогать, но пока ты не прекратишь токсикацию своего организма, рейки не даст того эффекта, который могло бы дать, если бы ты просто перестал питаться невидовой пищей. Поэтому рейки – это один из способов. Но есть множество причин другого плана. Например, опять же, ты начинаешь практиковать рейки, вокруг тебя какие-то подавляющие люди. Они на тебя оказывают какое-то подавляющее хроническое воздействие. Какой бы ты не был наполненный, сколько бы ты себе не давал рейки, если тебя что-то постоянно опять напрягает, опять рестимулирует, опять подавляет, будешь всё спускать, это просто. Понимаешь? Поэтому очень важно постепенно, как бы постепенно. Но рейки это и делает. То есть ты когда начинаешь себе давать, начинаешь наполняться лучшее настроение, как бы больше энергии, более высокотонной становишься. Начинаешь по-другому потихонечку смотреть на всё, что вокруг тебя. То есть как бы пробуждается твоя душа. Рейки – это один из способов пробудить тебя как душу, как духовное существо. Это духовная практика. Понимаешь, как бы то, что даёт оно лечение и исцеление для тела, это просто побочный эффект. Вот в буддизме, например, они вообще не очень сильно занимаются лечением тела. Они, в принципе, есть тоже у них такая аксиома, что практически все болезни тела от невежества души, от того, что человек живёт невежественным, страстным образом жизни, обладает огромным количеством дурных привычек просто, и его болезни всегда результат его образа мышления, его привычек, образа жизни. Как только человек исцеляет свой образ жизни, когда он становится целостный, светлый, то болезни тоже имеют тенденцию проходить. Понимаешь? Вот так как бы. Поэтому просто само по себе отдельно болезнь лечить часто смысла нет. Потому что болезнь — это следствие целого комплекса вещей, которые в твоей жизни через жопу. Просто. Ты находишься в некой социальной норме, в какой-то системе стандартной, в невежестве. Не знаешь, что то, что ты делаешь, на самом деле его нельзя делать. Оно неестественно для тебя. Является порождением искусственной технократической цивилизации, которая отошла от природы, от корней, от того, что от Бога. Понимаешь? И она находится в невежестве поэтому. Поэтому, когда ты начинаешь ведать и постепенно менять это в своей жизни, то обычное, традиционное. Слушай, много разных рейки, обычное, традиционное рейки. Рейки, риоха, вот как бы классическое усуи рейки. Не надо уходить в какие-то такое рейки, сякое рейки. Оно все началось с обычного рейки. Поэтому просто обычное рейки. Классического какого-то мастера найти, который преподает классически и дает классические настройки. Ну что, еще какие-то вопросы? рейки рейки это, пожалуй, один из самых простых способов впервые окунуться во что-то запредельное. Потому что, когда вы начнете видеть и чувствовать, как это работает, у меня лично это вызвало, конечно, огромное удивление. И моя вера, просто вера в какие-то вещи сменилась каким-то первым опытом, неким познанием, да, какого-то вот этого тонкого чего-то. Как выбрать мастера? Ну, пробовать ходить, общаться, смотреть. Все как обычно. Смотреть, на что откликается. я еще раз говорю, не важна болезнь. Понимаете, как она называется, что это за болезнь? Болезнь это расстройство организма. Понимаете? То есть, что такое болезнь? Это расстройство организма, деградация каких-то функций организма. Нужно смотреть, что вызвало эту деградацию? Что ее систематически накапливало эту деградацию? Что ее вызвало? Опять же, это неправильное питание, недостаток воды, например, качественной, может быть, нет качественного воздуха, может, вам климат не подходит. Понимаете? Опять же, подавляющее окружение, дурные привычки, алкоголь, токсикация алкоголями, наркотиком, никотином. Любой человек может, да. Ну, мастером именно рейки, мастером рейки может постепенно до этого дойти любой человек. Что там такого сложного нет? Устраняйте причины, уходят следствия. С этим понятно? Со следствиями бороться смысла никогда не было и не будет. Уберете одни следствия, вылезут другие следствия. Если корень неосознан, не понят, и вы не убрали причину деградации вашего тела. так называемые сопрессоры, помните, мы разговаривали, да, сопрессоры, что-то подавляет, например, энергетику, или что-то подавляет физиологические, биологические процессы в теле. То есть, что угодно вас может подавлять. Неправильное питание — это подавление неправильным питанием, своей, как бы, биохимии. То есть, неправильная эксплуатация тела. неэтичная жизнь, что такое неэтичная жизнь, да, жизнь во лжи, в нечестных поступках, это подавление своей энергетики. Что в моём понимании душа? Душа — это ты подлинный. Я уже сто раз говорил на эту тему. И тебе же отвечал, что душа — это то, что воспринимает запредельное пространство. Я тебе говорил, говорил. душа не является объектом, душа является субъектом, в котором находятся все объекты, воспринимаемые тобой. Это некое тонкое пространство, в котором находится всё остальное, включая это материальное пространство. А это некое духовное пространство, пространство восприятия, пространство внимания и присутствия. видящий понимаешь душа это видящий тебе это что-то помогло как-то ты сейчас себе сложишь какую-то новую концепцию в уме опять да про это но я говорю не для этого я говорю для для того чтобы ты просто сам в определенный момент дошел до этого и понял это осознал пережил это а любые концепции про душу тебе абсолютно ничем не помогут ничем не помогут ты будешь верующим просто будешь просто ходить читать про душу что-то слушать смотреть и будешь веровать в это какая разница какая разница ты сам можешь сам пойти разобраться с этим можешь вот тебе есть инструмент рейки начиная практиковать понимаешь ты традиционно думаешь что ты от божественного отделен ты думаешь что бог это где-то там нет ты есть в своей основе это душа это хозяин тела это то что как бы применяется используется разворачивается для того чтобы играть воспринимать вот знаешь что ты мне задаешь вопросы а что и это что-то а я бы на твой месте вот уже бы побежал в интернет срочно искать себе мастера рейки и срочненько срочненько туда быстро двигать двигать как можно быстрее потому что вот я всегда именно так и поступал если что-то я так с чем-то сталкивался таким что меня очень сильно привлекало и интересовало я просто немедленно шел и погружался в это не занимал менталит не занимался никогда вот этой ментальной мастурбации попыткой там много-много думать там вникнуть там в какие-то концептуальные представления о новом течении думать об этом долго нет я человек действия я человек ходячий исследователь экспериментатор у меня даже профиль по дизайну 13 исследователь экспериментатор я знаю что истина познается только через личный опыт и никаким другим образом понимаешь то есть истина правда твоя правда истина для тебя я тебе не буду отвечать на эти вопросы потому что для тебя это будет просто ментальная жвачка и все чтобы я тебе не риск не рассказал ты просто сложишь но твой ум просто сложит новые концепции об этом и все на этом закончится а я тебе предлагаю заниматься самоисследованием самому ответить на эти вопросы себе когда ты например начнешь практиковать вот например рейки начнешь практиковать потихонечку начнешь чувствовать и видеть что и есть что ты себя считаешь формой ты себя считаешь какими-то идеями концепциями поэтому твой ум стремится к новым идеям к новым концепциям это просто пища для ума все но ты не ум и не концепции не форма ты не форма понимаешь ты не являешься формой поэтому истину ты формах не найдешь рейки это очередная дверь для вас просто одна из дверей для меня это было дверью в мир духовного в мир души в мир тонких энергий каких-то да вот этих вот в мир непознанного глубокого для меня это был первый как бы такой коридор открытый поэтому я многим и рекомендую тоже как бы попробовать это пойти туда и больше заниматься практикой практикой в рейки как и везде важно практика вы получаете настройку после этого начинаете практиковать каждый день каждый день давать себе сеанс снова снова и снова особенно первое время когда вы это делаете вы начинаете видеть как вы меняетесь вы наполняетесь эта энергия начинает вас менять ну хорошо вижу что вопросов больше нету значит нашу перископ трансляцию мы завершаем и до следующих перископов пока пока пока